Всем доброе утречко! У нас сегодня 1 сентября, только что я надела Мише наряд, и он пошел в садик, вернее Сергей его повез в садик, я надела ему футболочку, его праздничную любимую с галстуком, пошел, я говорю, Миша сегодня день знаний, надо быть красивым, отправила в садик, вот, а теперь буду одевать Никиту и будем собираться в школу первый раз. А Никита тут спит еще, Никиту, у тебя голова сползла, ты мой хороший, присыпайся, школьник. Никита сейчас оделся и такой к зеркалу подошел, у нас тут зеркало тут стоит, и говорит, всем здрасте, меня зовут Никита, я говорю, ты как от матроскин фамилию примерял, да, только Никитка. Кушай, 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 ты знаешь, вам там дадут сок-пайок, покушать, короче, дадут, сок там или что-то такое. Сок, просто не сок, а водичку. Водичку я тебе в рюкзачок положила, Никита. Просто сок, вот я быстро выплываю, а водичку медленно. Никита, зацветаем, побежал. Красота тут какая, да? Нам надо розочку. Ну давай, Берет. Она говорит, какие бурты, а такого цвета нет. Вот, их будет такой же, хотя бы разбавим. Красота, Никита. А сколько стоит? 100 рублей. Никита сам розочку выбрал, вот такого цвета понравилась, персиковая. А у меня заставили маску, надеюсь. У нас все магазины работают только в массовом режиме. Никита всех мальчиков нарядных видит, говорит, вон, смотрите, тоже первоклассник, он тоже первоклассник. Выискивает глазами, а тут мы остановились около цветов, тут много первоклассников. Мы подъезжаем, а Никита говорит, вот моя школа. И я опять чуть не прорывилась. Я вообще не понимаю, что со мной происходит. Почему, Никита, я постоянно реву, а? Ты мой хороший. Ты большой стал? Нет. Мы собрали шикарнейший букет, и здесь, в общем, все люди стоят. В любом случае, какая-то получается как будто линейка, хотя сказать, что линейки не будет. Но сейчас будут людей, учителя будут заводить в класс, и как раз можно с ней сфотографироваться с учительной сферы. Это Никитка у меня тоже. На первые. Кто бежит? Кто бежит? Дед! Мы здесь, дед! Опоздал. Никитка. Идите, давайте. Давайте, я вас троих сфотографирую, Сереж, с тебя. И пойдем сфоткаемся. На виде. Смотрим. На виде. Бабушка здесь пришла. У нас получилось сегодня нечетное количество учеников, поэтому Никита у нас пойдет за руку с учителем. Вот так. Сегодня, с первого сентября 2020 года, во всех школах России начинается учебный год. Настя опять распилижевалась. Серегида, наверное, плюется. Нам сделали дорожку из 11-ти классников, вернее, коридорчик из 11-ти классников, и первоклассники проходят, а они им звенят звоночек. Моя мама говорит, что у нас когда ленинки были? Красота какая. Ой, я так рада, что сделали вот этот звоночек, а я прям вообще для меня праздник. С утра, 10 раз проверив ранец, снова бам перевяжу, и на всяких лучей маму крепко за руку держу. Первый раз, первый класс, мы пойдем с тобой сейчас. Это самый главный праздник, если маму вернется. Все веселые, а ты плачешь. Я отраду тебе плачу. Вообще, это что-то. Я вчера держалась. Я вчера, когда подумала, что он просто стих будет читать 11-ти классников, я бы разгрелилась. А вон еще одна бабушка расплакала. И ты. И я, да. Сергей прихалывается. Да ладно. Все, молодцы, хорошая линейка у нас. Да, понравилась мне линейка. Хотя это не линейка. Коротенькая. Продуктивная. Самая лучшая линейка, мне желали. Сергей, я отошла. Сергей, говоришь, это самая лучшая линейка, которая вообще возможна. 5 минут, коротко, понятно. Первоклассники зашли, звоночек прозвенел, все. В общем, очень удобно было. Вступительное слово директор сказал. Да, вступительное слово директор сказал. И 11-ти классники пожелали в добрый путь. Все. Идеальная линейка получилась. Идеальная. Мы тут всегда стояли. По полчаса там мэр пока. Солит, да. Мы слышали. Эдди приехали. Все сейчас. Первый сын пошел в первый класс. Проводили. Невероятно его родили. А этот букетик свекровь подарила. Мне. В честь того, что у меня сыночек в первый класс пошел. Спасибо. Красота такая. На улице, я не знаю, мне кажется, сейчас уже градусов 30, а на солнце, наверное, больше. Я вот думаю, как Никитка порадовать сегодня. И у меня пришла такая идея, что можно достать бассейн, который нам подарили, и налить его водой во двор поставить. Мне кажется, им понравится бассейн прямо во дворе. Прикольно. Тем более, днем обещают 34 градуса. Это в тени. То есть на солнце будет вообще еще больше. Иду, иду, и думаю, как там Никитке. Понравилось, не понравилось. Но я почти уверена, что он будет в восторге, потому что там же шарики подготовили. Мы надули шарики. И у каждого ученика на парте был привязан воздушный шарик гелием наполненный. Будет довольный. Он любит у нас эти шарики с гелем. Забрала Никиту, их вывели из школы. Мы здесь пофотографировались. Вот тут вот. И всем классом пофотографировались. Ага. А бабушка Никите подарила пенал второй. И он теперь тут уже 10 минут раскладывает карандашики. Никит только говорит, пойдем домой, разложишь там аккуратненько. Не, сиди тут, раскладывай. Никит, хотя бы от обрыва подвинься уже. Сейчас неудачный шаг, и ты вон там вон окажешься. Двигайся давай. А вы стежки рассказывали одиннадцатиклассникам? Да. А они все, что ли, пришли? Или несколько человек? Несколько. Пять штук. Пять штук? Не в штуках измеряются люди. Никитуль, они похвалили тебя? Пять человек. Пять человек. Похвалили тебя? Нет. Нет? Мне не похвалили. Ну ты же точно сказал, что тебя похвалили. А вот другие... О, вот я ей рюкзак сейчас подтянула. Только сейчас подтянула рюкзак. Но сразу удобнее стало. А то до этого висел прям низко. Он у тебя такой большой, но он легкий рюкзак, да? Так, Сергей хотел показать, что нам тут вот дверь коцнули. И Сергей заклеил. А ты видел это? Тут прям было вот так вот отклеено и вот так торчало. Она не просто торчала, она уже рассохла. Она рассохла. Видать, это давно уже было сделано. Вот, я струбцины сейчас вот так вот... Зажал и сколько она? Струбцины проклеил, струбцины зажал. И она, смотри, как вровень практически. Почти незаметно. Сейчас тут серая красочка еще. Смотри, ты видишь? Вижу, да. Я помню, как она была. Она прям как торчала полной двери. Никто не признался. Так, я Сергею сейчас нагрузила вот заданием. Вот этим вот. Это бассейн. Сейчас вот тут расчистим место. И вот тут его поставим. Да, вот тут прям, мне кажется, отлично. Место ровненько, все аккуратно. И у нас тут как раз кран недалеко. Можно его с помощью шланга набрать. Шланг у нас есть? А ты вчера купила такую штучку? Нет, не купил. Не получилось? Ну, в общем, поддержим шланг. А помнишь, почему не получилось? Потому что я тебе говорила какие-то сантиметры, миллиметры. Угу. И? Я так и не понял, сколько ты мне сантиметров говоришь. Сергей мне вчера говорит, Настя, скажи мне толщину этого шланга. Ну, я его сантиметрами начала измерять. Нет, тут ни одного. А, у меня же тебе надо было вот это вот сфотографировать. И я забыл, что у него уже есть. Сереж, ну, а я с другой стороны взяла. Начала искать. Тут ни одной надписи на нем нет. Начала линейкой измерять вчера. Ну, вот это надо было сфоткать. Я тут все подмела. Кстати, смотрите, тут небольшие цветочки прорезаются. Несмотря на то, что тут бетоном все залили, цветочки, это не я сажала, если здесь были. Сереж, там написано, надо сначала налить на дно, потом расправить, а потом дальше лить. У нас же этот шланг вот туда вот не подсоединяется, вернее, он не подсоединяется, но больше половины выливается, потому что, ну, там нужно припаивать штучку специальную. И, в общем, мы придумали открыть окно в туалете. И просто из душа Сергей вот душ не подает. Просто из душа поливать. Сереж, сейчас надо сюда переплющить. О, дождик пошел. Покажи, Миша, выходи. Смотри, что тут. Бассейн, Миша, целый. Будешь купаться? Пошли, раздевайся. Плавки надевай, и будем тут купаться. Никитка, там уже плескается, Миша. Залезай к нему. Она холодная, осторожно. Да, она не холодная, там горячей водой набирали. Настя. О, Миша, так, Никит, так не делай. Это Миша залез немножко. Да. Я тоже к ним хочу. Сижу в этой кофте. Я тоже сюда с удовольствием плюхнула. Сергей уже искупался. А у меня купальник на втором этаже. А там сейчас лестницу разбирают. Я не могу туда залезть. Когда не уйду, только потом могу залезть. Я потом обязательно к вам залезу. Буду тоже с вами купаться. Потом. Сейчас, но чуть попозже. Где Миша, где Никита? Миша, вот, как он тебя тащит. Вот они. У меня тогда морковка торчала. Чуть-чуть. Ага. Там улетим. А с коляской? Наконец-таки мне привезли коляску. А что тут поставить? Ну поставь, я сейчас разберу, соберу ее. Тут, правда, очень горячо. Я босиком вышла, вообще терпеть не могу. Ну, тут оставляй. Тут оставляй. Я тут буду собирать ее, разбирать. Написано, что... 10 килограмм. Ну, я такое и заказывала, конечно. Она самая красивая, зеленая. Да? Угу. Распаковывать? Настя, Степа уже залез. Степа уже залез в свой трон. Как тебе нравится? Степ, ничего себе. Вот это у тебя трон какой классный. Ой. Ничего себе. Куда ее? Это, наверное... Для бутылочки. Для бутылочки. А куда? Степ, тебе нравится такой? Угу. А, вот. Наверное, вот так. Да, вот так вот. Да? Угу. А вот это вот можно срезать. Вообще крутая коляска. Классная коляска. Ты смотри. Ты видела? Степа уже заметил. Я один раз снял. Но он повторяет же, если ты снял, вот он и будет тех сам расстегивать. Он думал, что для него. Степ, Степ, это не надо расстегивать. Это ездить стирать. Не, можно без нее. Степ, колеса поворотные. Большие. Как раз на осень подойдет. Настя, это самая лучшая коляска из тех, которые у тебя были. Правда? Ты попробуй, как она едет вообще. Ну, у меня были очень классные коляски. Ой, она правда еле... Может быть, это потому что у нас такой пашкет. Смотрите, одним мизинчиком можно вообще. Это, наверное, просто слишком ровный пол. Действительно. Не верится, да? Да-да-да. Все такое возможно. Сама едет вообще. Мне очень нравится то, что тут колеса большие. Потому что у нас тут, скорее всего, осенью будет грязь. И мы сможем в ней ездить. Вместо велосипеда будем ездить в коляске. Очень мне нравится. Она будет вот складываться. О, вот, смотри, Надь, я нашел. Видишь? Угу. Чик. И спишь. Вот здесь такие. Снизу чик-чик. И оп. И все, и прогулочка получилась. Нет, пусть она вверх поднята будет. Пусть он привыкает, чтобы спать. Только не увидишь, что это надо ровненько. А-а. А-а, нет, скажи, мой трон. Я буду тут. А-а, это у нас нет. А да, он говорит. Дай, Степ. Скажи, да. Тебе нравится коляса твоя, Степ. Скажи, да. Да, скажи. Так? Так, не надо. Да, застегивай обратно. Ничего себе. Такая вот, да, компактная? Она самостоятельно стоит около стены. Даже без стены самостоятельно как-то должна стоять. А, вот, понял, для чего эта ручка. Вот. Вау. Видишь, она сама стоит. И она очень маленькая в любой багажник типа поместится. Ну, конечно, она побольше нашей прошлой, но она и мощниковая. Она такая настоящая прогулка, а не так. Она 10 кг весит. Ну-ка, теперь, говорят, одной рукой так, оп, и разложил. Можно я попробую, Сереж? Ну, давай, попробуй. Просто тащи. Так, так, оп. Блин, реально, одной рукой я разложила коляску. И тут лежачее положение сразу, смотри. Там, горизонтальное полностью. Ремешки. Когда я раскладывал, у меня, почему-то, сидячее было. Ну, потому что... А у меня лежачее. Потому что мне в лежачее положение сразу Степку нужно будет положить. Оп. Да. Здесь еще дополнительные ремешки можно. Степка такой довольный, улыбается. Что-то шкарное. Скажи, это не подрадовайся тут. Ну-ка, давай меня катай. Вообще, свои зубы улыбаются. Что, ты идешь? Да, я пойду сейчас на почту. Я его одену, как раз проверю коляску. Там на коляске пойду. Степ, сейчас поедем на почту в твоем новом троне. Сейчас проверишь наши дороги. Вот так она закрепится. Поэтому ты просто рукой так делал. А вот так Степка вылазит оттуда. Нет, Степ. Ты хочешь вылезти? Красивая коляску. Красивая. Молодец. Самую дорогую выбрала, да? Нет, она не дорогая. Да? По сравнению со всеми она не дорогая. Отличная коляску. Что стоит? За свою цену она прям 10 тысяч такая стоит коляску. Прикольно, прикольно. Смотрите, какая ручка прикольная. Ее можно вот так открывать, вот так вот. А можно вверх открывать, вот так вот. Можно вертеть в разные стороны. Интересное вообще решение. Просто Степ сейчас ее раз вверх поднял. А я не поняла, думаю, ничего себе. Да? Мам. Иди ко мне. Обратно, обратно тебя. Ну, обратно, обратно. А, он лечь хочет. Видишь, он пытается ее опустить. А зачем фиксировать надо? Фиксировать? А когда ешь по кочкам, неудобно поворотные колеса, потому что они в разные стороны вертятся. На кочках фиксируешь, а без кочек обратно отпускаешь. Не думаю, я знаю точно. У меня же были поворотные колеса раньше, вот других колес. А как ехать, если они не поворачиваются? Как обычно, я же колеса, колеса вообще четырехколесные не поворачиваешься. Как на люльке, например. Короче, можно фиксировать. Да, колеса, в общем, фиксируются. Просто вверх вот эту пасточку и все зафиксируем. Папа, залезь, говорит. Сергей больше нравится рассматривать всякие механизмы у колясок. Видишь, тут кнопка. Хоп, смотрится. А мне нравится то, что она очень такая мягкая. Такая приятная, как прям матрасик. Ой, кто такой? Кто такой малыш? Степ, ты так будешь ездить? И ты малыш еще, да? Да, вот такую коляску поместился вот так вот. Что такое? Вот эта штучка? Ну вот это вот, смотри. Вот, вроде бы это как-то соединяется. Наверное, соединяется, чтобы не раскрывалось. Так, да, вот с Катю буду ездить. Так. Так, только не пишите мне в комментариях, зачем Степке коляска. Потому что, ну, раз мы ее купили, значит, она нам нужна. Мне очень нужна коляска, чтобы Степа в ней спал. Чтобы осенью гулять у нее на велосипеде будет неудобно. Вот коляска с большими колесами для осени, для зимы, мне будет идеально. Я думаю, до трех лет мы со Степкой еще будем на коляске точно кататься, да? Да. Вот так, скажите. Я лягу и буду спать. Вот так я буду спать. Вот так буду спать. Степка, какая у тебя классная коляска. Нравится? Ты такой ловкий. Все, мы сейчас пойдем на почту. Бутылочку даже сюда поставила наша. Пойдем сейчас с Степкой на почту. Будем опробовать нашу новую коляску. Он как раз закричал, бай, бай, да? Спать мы хотим. Может быть... Да, бой, бой. Пойдем. Я уже минут сорок гуляю. Степка все спит. Я нашла еще один огромный плюс этой коляски. У нее очень большая корзина. Я купила там уже огурцы, помидоры. Зашла в Яшкино по пути, купила вафельки. Такие вот печеньки. Там еще лимон купила. И это все влезло. Еще целая куча места осталось. Мне кажется, можно еще арбуз целый положить. Очень большая, очень удобная корзинка. Я такая счастливая, что он спит. Это вообще... Кстати, одной рукой левую веду. И все равно она едет как по маслу. Степка вообще сегодня уже спал днем. Он минут 20 поспал. Просто очень мало. Для него это мало. Он обычно спит часа-повтора. Но я не могла дальше с ним лежать. И поэтому получилось, что он поспал всего лишь минут 20. А сейчас вот вырубился. Сейчас уже 5 часов. Он так сладенько уснул. Даже не знаю, когда он теперь вечером уснет у меня. Наверное, часов в 11 только. Он последний раз без меня спал, наверное, месяца 3 назад. Когда еще весной дедушка с ним гулял в коляске. И он его укачивал, он засыпал. Потому что, когда мы пересели на велосипед, вот началась такая теплая погода. Май. Я с ним всегда выходила на велосипеде. И он днем не спал на улице. Спал только дома со мной. И вот теперь для меня прямо счастье, что я днем смогу уклачивать коляски. Делать какие-то свои дела. Сейчас сказала, что я рада. Я, конечно, рада. Но теперь вот у меня не будет повода просто так лечь в середине дня на диван, уснуть и сказать, я просто сына укладываю спать. Я же с ним всегда тоже сама засыпалась. Я в основном вырубаюсь, когда начинаю его спать укладывать, я сама засыпаю. Поэтому каждый день я немножко отдыхала, а теперь вот у меня не получится. Буду так его укладывать. Вот Сергей у меня спрашивал, зачем нужны поворотные колеса вот такие. Вот зачем, вернее, фиксатор нужен. Вот по таким кочкам, как у нас вот тут вот, когда коляску отпускаешь, она вот поворачивает куда ей нужно. Из-за того, что вот у нее поворотные колеса, она просто где ямка, в ту сторону сворачивает. И везти становится коляску не очень удобно. И если вот поворотные колеса зафиксировать вот здесь вот, в таком вот положении, как они сейчас есть, где тут кнопочка у нас, то коляска просто едет вот именно прямо, куда нужно вам, туда она едет, никуда не сворачивает. Это ты опять из душа включила, да? Да, потому что там заряденько идет. Кому еще тепленько? А? Давай, нахуй. Настя, 28, на голове почти. Настя, как думаешь, какая она температура? Я думаю, сейчас где-то 32. Настя, потому что она холодная, но она теплая. Сколько там? Здесь 30. Мы под этот бассейн подстелили поролон. Это укрывался холодильник, кажется. Он толстый и мягкий. Если без него, то получается на бетоне сидишь. Вот эта надувная, она лишь сверху, а снизу здесь тоненькая вот такая вот штука. И получается, как будто бы на бетоне вы сидели. Она и теплее, как теплоизоляция. Вода не так быстро остывает. И мягкая. Поэтому там можно прыгать. Хорошо, что я не выкинул вот эти штуки. Да, это классно. Но на них и спим. Мы их везде используем. Я поставил сетку вот там одну сегодня. Фильмон с открытым окошком. Надо все вообще поставить. Похоже на животики. Да, Мишка у нас вообще пловец. А сейчас ты вот так вот меня обнем, и все, никуда не девается. Так срамная в обнимочку. Это ванимиказия. Я тебе... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok